Сегодня отбылась шестая сессия Комельского областного совета депутатов. Средо основных вопросов, вынесенных на обмерение, прогнозы цельно-экономичного развития на 2019 год и затверждение инвестиционной программы. Дмитрий Котов, протяжение. Прогноз на 2019 оценивается, как оптимистичный, лишь бы выше, чем в минулом году. Вытворчивость работы – 103,9, экспорт товаров – 106,5%. Незменным застался только головный показчик экономичного развития – воловый региональный продукт. Как и в 2018-м, все лето плануется прирост на узроне 4%. Для выполнения прогнозных показчиков потребуется увеличение объема продажи и, как следствие, рост эффективности предприятий, а также создание новых вытворчостей во всех сферах. Иснует и еще одна важная умова. Предложение эффективной модернизации действующих предприятий, в том числе за счет привлечения прямых иностранных и других государственных инвестиций. Выполнение вышеназванных задач позволит обеспечить устойчивое развитие Гомельской области и повышение уровня жизни ее населения. Подчас проведения сессии затвержена и новая инвестиционная программа. Документам предугледжено за областного бюджету накеровать на будовництво и ремонт больше за 90 миллионов белорусских рублев. У список а-ля 140 объектов. Приблизно полового сродка будет накеровано для потреб жильево-коммунальной господарки. Сирот, различных на сессии, инших питаний за охвачивание спортсменов. Размова о признашении стипендий для тех, кто добро проявил себя на республиканских и международных споборництвах. На материальную допомогу смогут различивать 115 человек. Из регионов, из сельской местности. Среди них есть в этом году, в связи с тем, что мы работаем с 1 января по постановлению Совета Министров, в том числе и неолимпийские виды спортов. И это, наверное, тоже своеобразный стимул тем спортсменам, которые сегодня тренируются, занимаются и представляют и регионы, и страну внеолимпийских видов спорта. Поэтому мы, в принципе, рассчитываем на то, что это станет хорошим подспорьем и хорошим стимулом всем спортсменам для достижения высоких результатов. Усяго, подчас работы шестой сессии Гомельского областного совета депутатов, разгледжено 10 питаний. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, отель-радио, компания Гомель.